Привет, друзья! Вы у меня часто видите какие-то витамины, добавки. Хочется с вами поговорить об этом. Я считаю, что есть категория витаминов и БАДов, которые лучше не принимать вообще в принципе. Почему я так говорю? Потому что очень многие думают о том, что можно принимать любые витамины, когда угодно, в каком угодно состоянии. Это неправда. Это ответственность каждого. То есть, если я беру на себя ответственность за принятие решений каких-либо витаминов, это я. Вы также должны действовать. Другой момент. Я знаю своих клиентов, которые просто, прочитав какого-то блогера о том, что там нужно пить молибден для трансульфатации, нужно загружаться селеном. Он, кстати, может быть токсичен очень сильно. Да все может быть токсично, честно. Жизнь сейчас такая. То есть, попил чайку с танинами, попил кофейку с аммиаком. Я поел мяско с там еще чем-нибудь. То есть, эта тема на самом деле бесконечна. И я даже не хочу на нее разглагольствовать. То есть, у меня будет свое мнение. И понятно, что причина нехватки многих нутриентов – это реально существующая вещь. Ну, простите, я показываю салаты. Салаты я ем просто, чтобы, понимаете, да, обмен там, ну вот, ходить там в одно место хорошо. А так, на самом деле, это же не панацея. Панацея, на самом деле, это рацион, который составлен под вас. То есть, там есть обязательно печенка, там есть там какая-нибудь яйца, рыба. Это, ну, вот такое, понимаете. Но другой момент – витамины, они не всегда получаются в еде. Еще бывает у нас истощение по витаминам. То есть, вы создаете сами себе моменты истощения теми или другими микроэлементами. Особенно, если вы там кушаете сладкое, что-то такое делаете. Знаете, я вот маме последние разы заказывала не витамины, а, ну, как вам объяснить, с Америки, как органы животных. То есть, поддержка печени, поддержка… Я вам, кстати, потом оставлю ссылки и расскажу, что это такое. Например, если вы знаете, что у родственника какая-то история связанная с поджелудочной или там с печенью, то здесь навряд ли вы только рационом отделаетесь. Просто есть блогеры, которые, конечно, на этом заработают, хорошо рассказывая вам, как бесконечно можно это все восстанавливать. Но если уже что-то сломалось, то здесь нужно очень с доктором работать и подбирать не просто витамины. Какие витамины не стоит покупать? Вы знаете, я сейчас начала разбирать посылку просто чужую. Там кальций, карбонат, какие-то моменты с титаном, входящие в эти моменты. Это просто будет сильно напрягать и разрушать вашу нервную, иммунную систему. Зачем вам дополнительно то, что нужно выводить еще из организма? Мало того, что вы выводите свои продукты, распады из организма, так еще и будете какие-то химические вещества. Я считаю, это прям-таки не нужно. Какие витамины не нужно покупать? Те, которые вы увидели у какого-то блогера, потому что она их пьет. Вы когда спрашиваете, я показываю свои, потому что я сдаю анализы, потому что у меня тоже есть доктор-эндокринолог. И потому что, в принципе, мне тема нутрицептиков близка с 16 лет, когда мама поняла, что только едой не выберешься ни с простуды, ни с разных вещей. И поэтому я в этом копаюсь и буду копаться всю свою жизнь. Мне это просто кайфово. Другой момент. Теряем мы все витамины благодаря разным процессам. Вот я, например, сегодня пила с пластиковой бутылки, с фторидом. Я это все знаю, но иногда жизнь, жизнь за рулем, жизнь в бегах, она не всегда идеальна. Ты прибежал со своей бутылочкой с озоном, там, пшикнул себе куда-то, и все у тебя вот так. Это только так в рекламе. А на самом деле в жизни это не всегда так. И поэтому насчет витаминов. Действительно, очень многим нужны витамины, минералы, антиоксиданты, но их нужно правильно применять и разбираться. Чем плохи мультивитамины? В них, честно говоря, бывает напихано много всего. И когда вам нужно элементарно возместить хоть какой-то один минерал или витамин, это может давать вам прям такие большие-большие проблемы. Поэтому да, поэтому все это может создавать вам нагрузку. Выбирать витамины нужно грамотно. Господи, дай мне сил сегодня на две еще консультации. Я, как всегда, шучу в прямом эфире. Ну ладно, я это удалю. И правда, витамины, которые с большой-большой химией, они только вредят вашему организму. Представляете, ваша печень трудится, чтобы вывести все это из себя. В общем, вы на канале 30+. С Аленой здесь про... Хотела сказать про меня. Но частично, да, про меня, про мою жизнь. Пока-пока.